Николай Кухар работает в Ликинской школе уже много лет. Вспоминает, когда пришел сюда, в кабинете трудового обучения инструмента практически не было. Приходилось спросить в других школах или приносить из собственного гаража. Теперь же кабинет технологии полностью укомплектован, и любую творческую идею здесь можно воплотить в реальность. Сейчас появились абсолютно новые и импортные. Вот токарный станочек, всего-навсего он маленький, но показать ученику, как работать можно. Токарный станок по дереву современный, сверлильный станок современный, заточной станок современный, столярный станок современный. На каждого ученика предусмотрены тисы, комплект инструментов, верстак отдельно слесарный, отдельно столярный. Ликинская школа открылась в 1984 году. С тех пор оборудование в кабинете труда не менялось. Дети учились в буквальном смысле на советских инструментах. Поменять старое оборудование на новое здесь давно мечтали, но сделать это своими ресурсами не было возможности. Поэтому педагоги обратились за помощью к депутату Мособолдумы Дмитрию Голубкову. Мы попросили помощи, он отозвался, выделил нам деньги. И теперь мы имеем, как вы видите, новое оборудование шикарное для кабинета труда мальчиков. И также есть оборудование для кабинета труда девочек. Что, собственно, большой для нас прогресс, потому что очень долго у нас этого не было. И мы очень довольны и благодарны, очень благодарны Дмитрию Аркаевичу. Преподаватели уверены, теперь их ученикам обеспечены победы и на окружных, и на региональных олимпиадах. Дмитрий Голубков оценил качество проделанных работ. Верстаки, инструмент новый закуплен, также приобретены станки, как по металлообработке, так и по деревообработке. Дети смогут получать первичные навыки, как вот, работая руками с профессиональным инструментом. Думаю, это хорошие такие навыки, которые, в принципе, пригодятся потом всю жизнь. Параллельно с оборудованием кабинета технологий для мальчиков закуплена вся необходимая техника и для будущих хозяек. Оформление аудитории в процессе подготовки.